Доброе утро! Меня зовут Андрей Тенетко. Я актер театра «Балтийский дом». Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Их много, но из современных мне очень нравится Чопан Хаматова. Из современных артистов мне очень нравятся голливудские артисты. Мне нравится Де Ниро, мне нравится Энтони Хупкинс. Я люблю играть на бильярде, я люблю рыбалку. Но, к сожалению, свободного времени очень мало. Поэтому нечасто удается это делать. Ну, боюсь, что одной такой роли нет. И слава богу, ролей много. И чем больше их будет, тем лучше. Тоже много. Это и «Над пропастью воржей» Салинджера, это и «Тихий дом» Шолохова, это «Идиот» Достоевского. Много. Их тоже громадное количество. Если их сейчас перечислять, я боюсь, что у нас просто не хватит времени. Я очень люблю фильмы «Отара» и «Оссириане». Я очень люблю фильмы Милоши Формана. Я очень люблю фильмы «Феллини». На сегодняшний день из тех ролей, которые у меня были, была одна очень сложная работа. Я играл в такой пьесе Нина Садур-Чердым «Человека по имени Дима». Вот, пожалуй, это была моя любимая роль. Моя любимая цитата из записных книжек «Кутага Вареноска». «Человеческая жизнь похожа на коробок спичек. Относиться к ней серьезно, смешно, легкомысленно, опасно». Грамотное количество любимых песен и громадное количество авторов. И, конечно же, мне очень нравятся авторские песни, которые многие называют бардовскими, но хорошие песни, скорее всего, лучше называть не бардовскими, а авторскими. Трудно сказать, их тоже много. Грамотное количество. И одно из них выбрать практически невозможно. Колоссальное количество авторов, которых я люблю. И Давид Санойлов, и Пушкин, и Лермонтов. И, я не знаю, много. Очень много. Я очень люблю Островского. И он, мне кажется, замечательным драматургом. У него масса замечательных пьес, но мне, пожалуй, как-то больше всего нравится, из того, что он написал, на всякого мудреца довольно непростатый. Первая роль у меня была, когда я учился в четвертом классе. Наша пионер-вожатая, она ставила новогодний детский спектакль. И мне досталась роль старика Хатабыча. И мама для меня специально сшила восточный халат. На мне был тюрбан, и на мне была борода из ваты, которую я приклеил клеем БФ. Когда наша новогодняя сказочка прошла, бороду я, естественно, снял, а пятна БФ у меня долго не проходили. Их достаточно много. Но, скажем, первое, что пришло на ум, сейчас Махатма Ганди. Быть неправильно понятым. Раннее утро. Солнце, пробивающееся через листву черешни, которая росла у нас под окном. Это, пожалуй, самое яркое и самое приятное ощущение с детства. Я не могу назвать рецепт успеха. Вот как раз после того, как я попал в это самое новогоднее представление, наша пионер-вожатая, всех нас, дружно, участников этого новогоднего спектакля, отвела в драм-кружок. Все получилось само собой. После драм-кружка я перешел в театр юного зрителя. Потом, совершенно естественным образом, после окончания школы, пошел поступать в театральный институт. Чтобы окружающие меня люди были счастливы. Близкие, друзья. Дорогие, дорогие, дорогие наши зрители. Сейчас мы переживаем очень сложное время, очень непростое время. И, конечно, хотелось бы всем пожелать прежде всего крепкого-крепкого здоровья. Ну, а потом, я надеюсь, что вы так же скучаете по театру, как мы. Актеры скучаем по вам. И мы вас очень ждем. И мы очень хотим, чтобы вы, когда это тяжелое время закончится, чтобы вы снова к нам пришли. Пожалуйста, не сдавайте билеты. Они будут действовать.